всем привет доброе утро сегодня новый день мы едем в сторону чехии остановились в польском городке который называется к лодзгу который посоветовал на малина здесь очень приятный центр чем-то мне он напоминает нашу славянскую кофе улоку обычных поисков бутербродов и кофе выговаривает название замка про которой она забыла что его стоит посетить и мы его не посетили это тот замок паровозик не залезайте туда если вы обладаете по аустрофобией наташа вдруг научилась читать по польски уклад окружения наверное интересное место но мы сюда не пошли именно интересные древние например я уже не помню сейчас прочитал фризерский салон удано уже красивый городок я понял что моя любовь это такие городки люку очень нравится машинка уже составляет ключи добрались до ломовца поселились в отельчики вот там на фоне меня уже вечереет я пошел погулять один честно говоря так редко в последнее время получается побывать одному особенно в поездке дома то хоть жаре гуляю а сейчас прям какой-то это потребность внутренняя побыть одному далее сказал только с бомжами не общаюсь какой-то красивый фонтан а ну собственно вон и бомжи не чуть казалось что ломался такой маленький городок чешский похоже он не такой уж маленький такие здания старуха как эффектно все это выглядит музей большой какой-то собор стоит куда-то доносится музыка пойду посмотрю можно туда зайти вот сейчас время где-то около 7-8 вечера еще видимо люди не вышли в такую ночную жизнь и дневная дневная жизнь уже закончилась и вот на этом стыке никого нет улице полупустые и выглядит это после после врослого такого достаточно загруженного выходного какого-то выглядит все очень странно и очень хорошо завтра люкиц будет от лазить он восторге от таких штук вокруг которых можно ходить и трогать руками еще такой фонтанчик очень креативный черепахами а вот та самая штука из-за которой мы забукили этот номер в этом отеле мне она просто очень понравилась такая площадь с такой не знаю как это называется композиции вблизи еще более впечатляет посмотрите какая цель я вот предвижу ваш вопрос мне кажется что у многих он уже назрел а может быть его вы уже будете задавать комментариях когда мы начнем постить эту серию влогов вопрос такой а что вам нам больше нравится польша чехия или может быть словения и и где вообще лучше и где возможно приятней вот мне все таки больше нравится словения я считаю что вот эти вот три страны они да они в чем-то похожи похоже со своими славянскими корнями в первую очередь на определенном может быть менталитетом но они все равно достаточно сильно различаются и различаются они вот так что польша оказывается самой самой восточной страной до оставение оказывается самой западной страной причем не только по географии а именно по по всему по чистоте по образу жизни людей как мне кажется по привычкам по манерам по не знаю это вот это надо почувствовать это очень сложно описать словами но а словения вот из этих стран трех все-таки наиболее западная приближена к западной европе похоже мы не ошиблись с выбором городка очень красиво центр такая парковая зона все очень близко все очень рядышком будет здорово провести здесь несколько дней люк обедает луковым супом с крутонами у меня паста овощная салат рыбка на черепаху залезла и сидит привет большая черепаха какое-то лицо на черепашки маленькие черепашки вот за это я люблю чечу кто-то взял себе сделал буквально на клочке земле садик красивый садик даже с элементами какого-то арт-дизайна сегодня как вы поняли новый день сегодня у нас выходной мы просто ходили покушать и на сегодня мы отдыхаемся у нас нет особо программы просто решили наш погулять по городу и как-то здесь время провести передохнуть чуть-чуть конце второй неделе уже такое чувство было что чуть намного взяли уже какая-то такая усталость была а теперь уже жалко что скоро это все закончится ну да наоборот второе дыхание открылось ну и есть из-за чего на самом деле потому что чехия чехия очень располагает чехия люблю а вот и карта ломался ну карта как модель мы сейчас идем мы сейчас где-то вот здесь находимся на этой площади а живем мы вот здесь вот на городской площади а ломался можно увидеть вот такие часы они сделаны в середине прошлого века оригинальные часы были разбомблены во время войны не как вы видите здесь есть такие элементы социализма и фольклора кто-то собирается осмотреть животных и кругленький по и животных смотреть зоопар вот там ждут тебя слоны всякие жирафы и козочки ни одна из двух погодных танцев которыми я пользуюсь не обещала дождь смотрите что происходит идет дождь мы застряли в зоопарке мы даже не взяли зонтик и выложили его потому что было солнце ничего не предвещало такой грозы в общем торчу путь зоопарком все ничего не получилось но мы не унывали сели машины поехали в городок часть езды кроме ржиш называется считается что-то некоторые чехи считают у одним из самых красивых городов чехии ну на мой взгляд действительно городок красивый не знаю уж самый нет но в топ какой-то он точно должен ходить мы сейчас перекусили просто идем погулять посмотреть центр и в восторге от маленьких чешских городков такие некрасивая архитектура красивые парки но они маленькие более спокойные и кстати вот плюс все-таки чешских таких городков по сравнению даже со славянскими в том что здесь есть большие площади вокруг там ратуши или вокруг каких-то костелов и эти площади они создают ощущение пространства в словении очень мало этого пространства и даже влюбление в столице погода просто идеальная знаете когда не жарко не холодно просто отлично после дождичка такая липота пришла вчера так было вообще сейчас самое прекрасное чудесное время блин даем мороженое холодная штука уже на фотку видели вы даете леку мороженое нет просто так архиепископские сады находится под защитой венеско как и само это здание большое если мы не нашли зоопарк в одном месте мы найдем его в другом здоровский кролик да хороший да где кролик покажи кролик где бегает кролик он такой же как зайчик а не а а и а и и и и Вообще не хватает только, чтобы они еще разговаривали. Для полной сказочной обстановки. А вообще выглядит все это очень здорово. Такие животные живут, тут дружат как-то, выходят гулять из-за вольера, куда хотят. Гу-гу-гу-гу-гу-си-да. Ты боишься травка кормят? Крикушончик одеваем и сегодня мы идем по замкам. Мы приехали в Град Боузов, называется замок Боузов. Ну, судя по картинкам, достаточно красивое сооружение. Сейчас посмотрим и вам покажем. Я ничего не знаю про замки, мне очень интересно. Пили билетики, стоят они по 120 крон. Люку бесплатно. Вход именно в определенное время вместе, судя по всему, с экскурсоводом. Вот сейчас подождем и пойдем. Первый раз в замке. Еще в каком. Это было здорово. Красиво очень, впечатляюще. Но с Люксом больше на такие экскурсии не пойдем, пока он не подрастет. Потому что он кричит, хочет все трогать. Он кричит на экскурсовода и тыкает на нее пальцем. Вот так вот. А еще он хочет все трогать. А трогать же ничего нельзя. Поэтому, в общем, это не очень комфортно и удобно. Наиболее печальным периодом для этого замка стало начало 21 века, когда его посетил малыш по имени Люк Яковлев, который открыл свою пюрешку, ел ее и случайно измарал все объекты всемирного наследия. В общем, вот таким получился наш вложик с Аламовоца. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Кстати, если будете в Аламовоце, обязательно попробуйте Аламовоцецкие сырки. Это вот такие вот штучки. Вот так они подаются вместе со сливочным маслом. Намазывается на хлеб маслом и вот так вот кушается. Это очень вкусно. Аламовоцецкие сырки.